День психического здоровья Адресованы наши вопросы Здравствуйте, Сергей Михайлович Здравствуйте Вот вообще, если честно, цифра только что озвученная, на мой взгляд, не просто страшная, а ужасающая Можем ли мы назвать число людей, страдающих психическими душевными расстройствами у нас в Оренбурге? Ужасающего в этой цифре ничего нет Просто психические расстройства, но это такие же заболевания, такие же группы расстройств, как любые другие Болезни легких, сердца, эндокринные системы и так далее Они разные, есть более мягкие, есть более тяжелые Но основная масса расстройств, это, конечно, так называемая пограничная психиатрия Вот, например, по нашей области даже, да, у нас это 2, чуть больше 2 миллионов населения Примерно 2% населения в течение года обращаются за психиатрической, психотерапевтической, наркологической помощью Ну, то есть, соответственно, это где-то там 400 тысяч, да, чуть меньше по статистике Из них половина – это пограничные расстройства Это неврозы, реакции, посттравматические стрессовые расстройства, реакции на стресс Это то, что может быть у любого человека И половина – это более тяжелые расстройства, это нарушение развития или психоза Ну, а вот каковы признаки у человека нарушения психического статуса? По определению Всемирной организации здравоохранения, да, неблагополучие Душевное, психическое неблагополучие Если я чувствую себя не в своей тарелке, если мне плохо, если обычная жизнь меня не устраивает В принципе, это может являться уже признаками нарушения психики Другое дело, что, конечно, есть серьезные психические заболевания, психоза там и так далее Там более четкие, более выраженные признаки Сергей Михайлович, вот когда возникает подобная проблема Куда могут обратиться больные люди или их родственники? На помощь каких специалистов они могут рассчитывать? В поле, так скажем, психического здоровья работают сейчас целая группа специалистов Это тоже отличительный признак современного развития психиатрии и вообще помощи Мы говорим о так называемой полипрофессиональной или бригадной форме оказания помощи Которая, в общем-то, достаточно успешно развивается Но, конечно, к сожалению, преимущественно только в областном центре в Оренбурге В районах в меньшей степени, хотя есть и примеры, например, в Кундыке То есть работают... Какие специалисты? Давайте мы их перечислим Это врачи, это врач-психиатр, это врач-психотерапевт и психиатр-нарколог Это вот три врача, да? Кроме этого, это клинический психолог Человек с психологическим образованием, со специализацией по клинической психологии Которая работает в этой области И это специалист по социальной работе и социальный работник Вот вся вот эта группа специалистов, то есть это даже не один, а целый отряд, да, бригада Оказывает ту или иную помощь человеку, попавшую в сложную ситуацию И имеющую ту или иную психическое отклонение Ну вот душевное расстройство, согласитесь, это все-таки болезнь, которую не хотят, мягко говоря, афишировать Есть ли возможность при таких проблемах лечиться, наблюдаться у специалиста анонимно? Да, в определенных случаях мы действуем в правовом поле Есть закон, ну он сейчас меняется, вот есть основа законодательства Российской Федерации о здравоохранении Закон о психиатрической помощи И там предусмотрено в определенных случаях анонимное лечение Насколько эффективно лечение и реабилитация больных, страдающих нервными расстройствами? И какие методики, какие инновации используются при лечении вот таких больных? Достаточно эффективное лечение За последние, ну так скажем, 50 лет принципиальным образом изменилась ситуация и в мире, и сейчас в России Может быть чуть составанием, но тем не менее у нас так же Это две большие, так сказать, группы методов лечения Это, конечно, медикаменты, если речь идет о серьезных психических расстройствах Это появились новые классы препаратов, так называемые атипичные препараты, атипичные нейролептики У нас сейчас есть вся линейка, фактически, ну почти вся, которая есть на Западе Любой препарат спустя несколько лет появляется в России, регистрируется, здесь нет проблем И вторая гигантская группа методов, это методы психологического воздействия Есть, ну примерно, не знаю, там, 50% расстройств, которые могут излечиваться только с помощью психологических вмешательств Это психотерапия, психосоциальная терапия, психологические консультирования, различные формы И часть которых сочетана сейчас и в мире, и в России, почти, ну, в таких приличных лечебных учреждениях, в том числе Оренбурге Нигде не применяют изолированные только медикаменты Всегда лекарственная терапия сочетается с психотерапией и психосоциальным воздействием То есть идет в комплексе, и именно для этого нужна вот эта самая бригада, о которой я говорил, да, командное взаимодействие Спасибо большое, Сергей Михайлович, я рассчитываю на новую встречу с вами, и нам будет о чем поговорить, пообещайте Конечно, я с удовольствием приму участие в ваших передачах Спасибо